И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной игровой видос, меня тут кто-то уже в катку какую-то нагибаторскую зовет, и сегодня я хотел бы записать видеоролик на том самом пулемете, на устройстве, которое по сути уже обозревалось, но сегодня посыл данного видоса немножечко другой, и акцентирован исключительно на том самом интересном вооружении, которое было показано, но уже не на просто какой-то обзор, а на полноценный нагиб данного интересного вооружения. И сейчас для меня, наверное, по праву можно уже называть данное вооружение по нагибу и по силе равноценное той самой Жиге. Вы скажете мне, почему? Как так? Но данный пулемет сейчас наносит нереальнейшее большое количество урона, и с этим устройством, который стоит всего лишь 20 тысяч, можно набивать нереальнейшее бешеное большое количество опыта. Сегодня мы все это дело с вами попробуем показать, я надеюсь, что у меня это получится сделать, и рассказать, показать, насколько жестко нагибает данный Хорнета-Вулкан с устройством, как оно у нас называлось, ну короче, вы видели устройство в матчмейке. Начнем с контроля точек, что касаемо второй катки, я думаю, что это будет скорее всего, либо еще одна катка в контроле точек, либо же, если мы ее успешно закатаем, то будет катка в режиме... Захват флага нет. ТДМ, да, посмотрим, что там в ТДМ можно будет накидать на данном интересном вулкане. Если эта катка пойдет шикарно или быстро закончится, то я думаю, что можно будет сыграть еще одну каточку в контроле точек, если что-то будет не так однозначно и гладко складываться в ней. К слову, также точки у нас обновили, я на этом свое внимание не акцентировал, но, как вы можете заметить, то, что сам дизайн точек у нас в игре изменился. Возможно, что-то еще с этими точками обновленными поменялось, но, я так понимаю, сама механика ни чуточку вообще абсолютно не изменилась. Это самое-самое главное. Внешний вид для меня, по сути, не имеет никакого большого значения. Меня, главное, интересует то, что механика стабильна, все работает, и главное, чтобы было как можно меньше крит ошибок. Что касаемо резистов от вулкана, сейчас в матчмейкиных боях их становится все больше и больше. Но это, по сути, ничего не мешает нагибать на данной пушке, потому что есть самый замечательный, интереснейший корпус, который называется Харек, и который целиком и полностью игнорирует резисты, спокойнейшим образом просто наваливает нереальнейшее большое количество урона за счет этого. Просто нагибает, просто нагибает. Вот вы видите, челик просто едет вперед. Что происходит с ним? Что с ним происходит, когда я на овере? Он просто идет сходу на резку. И он ничего не сможет сделать, потому что это вулкан, который за секунду выдает по 400 урона. 400 по безрезу. Ну, то есть вы с овердрайвом по 400 урона просто в секунду накидываете. Это жесть. Это просто жесть. И когда ты привыкаешь играть с этим вулканом, и если тебя еще при всем этом раскладе игнорирует противник, не обращает на тебя внимания, как вот сейчас, я просто с баллона, четвертый танк идет, четвертый танк с баллона, без даже нажатия никакого пробела. Блин, хотел по мини, потом по ДАшке, дабы у меня еще появилась нарочка. И уже 3 минутки, 220 опыта. Я заходил, катка была еще не с самого нуля. К тому же у ребят был опыт. Это значит, что они овердрайвы намного быстрее набили и могли полноценно набить намного больше опыт. Так, ну это жигу надо сливать. Надо жигу сливать. Также плюс, в чем вулкан? Плюс в том, что вы постоянно сбиваете аптечку. То есть, любого противника, которого будете дамажить, он максимум себе хилнет, это 1000 хп. Аптека сбивается, следовательно, он больше 1000 себе плюсануть хпшки никак не может. По сути, у него там аптека, ну ничего не дает. Потому что треть от викинга, например, да, это пустое место. Это пустое место, и за счет этого вулкан становится еще более имбовитой, нагибаторской пушкой. Катку мы начинаем сливать. Это, если честно, очень плохо. По опыту у меня все идет шикарно. Еще меня тут хантер ловит. Резистов от пулемета уже становится 6, 1, правда, 13%. Мы его в расчет можем не брать. Ну, 3, ой, 5 резов от вулкана, но это многовато, если честно. Еще и вот сейчас хорек, если попадет, будет вообще плохо. Но надеюсь, что он не попадет. А, он еще с этим устройством. На подрыв ракет. Ну, он не попадает. Блин, попал, зараза. Ну, ладно. Нам надо как-то выигрывать. Надо как-то выигрывать, потому что слитая катка это не есть. Хорошо. Что касаемо режима, друзья, если вы спросите меня, почему именно контроль точек, я считаю, что данное вооружение реализовать в контроле точек намного, намного проще, нежели играть на том же захвате флага. Здесь точки. Акцент идет не на определенную, как бы, зону, да. А нет такого большого количества скопления танков в одном месте, да. Которое, например, было бы актуально для какого-нибудь Гаусса, да, или еще чего-то. То есть здесь надо более разменистая карта, где вы можете спокойнейшим образом, например, даже заехать в какой-то уголочек, поймать противника на какой-то определенной зоне, и там уже начинать зарабатывать за счет этого опыта. То есть в захвате флага с пулеметом, ну, довольно-таки тяжело. Да, можно, можно, конечно, безусловно, но там, я думаю, что, получается, все это будет дело намного-намного сложнее. Поэтому мой выбор падает именно на контроль точек. Полторы минутки до конца. Точки мы, вроде как, потихоньку начинаем побольше контролировать. Это очень хорошо. Возможно, сейчас получится нам потихоньку камбэкнуть. Здесь страйкер пытается мне надамажить. И у него это получается сделать. Ну, хорошо, хоть наши тиммейты его быстро следят. УП-шка, двоечка, тоже неплохо. Контролируем исключительно боковые зоны, потому что на вулкане нет смысла ехать на центр. Я не вижу никакого вообще абсолютно профита, если я буду ехать на центр. Мне лучше стоять на таких каких-то позициях. Сейчас бы я еще бы забрал бы вот этого чела. Было бы просто шикарно. Вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Отлично. Великолепно. Так, овер я прожал. Еще один овердрайв у меня, скорее всего... Не, не будет, не будет. Если дроповый, конечно, подберу, то будет. ДДшку вот это вот реализовать по максимуму. Ай, вулкан. У меня 50... 50% резист от вулкана. И при этом, меня он так нагибает, что у меня ощущение есть, как будто у меня реза нет от этой пушки. 500 опыта, как с куста. Просто как с куста. Но самое главное, друзья, это что? Правильно, выиграть катку. Нам надо ее выиграть. Абсолютно без разницы. Сколько я здесь наколочу, если мы ее проиграем. Поэтому надо сделать максимум. Надо мажить еще как можно больше противника. Я свою боковинку контролю. 10 секунд до конца. Я еще один овер набил. Офигеть. Я в шоке. Плюс еще один овер. Еще плюс 2 фрага. 3-го, 3-го, 3-го. Заберу, заберу, заберу. Не успел. 555. 26 килов. Я не заметил, мы выиграли или нет. Как-то я не обратил внимание на это. Но похоже, там была победа. Потом пересмотрю. Так. 3,5 минуты до конца Бобруйск. Сыграем? Да давайте сыграем. Не буду перепикывать. Попытаюсь в этой катке успеть занять первое место. За 3,5 минуты. Я считаю, что это реально. Даже при том раскладе, что сейчас уже у всех есть оверы. Катка полноценная. Должна быть очень хорошо, актуальна, нагибаторски. Сыграно в моем, в моем моментике. Так. 45. А, это слитая катка. Блин, точку надо забрать. Надо точку забрать. Надо точку забрать. Это мы сейчас ее сольем. Я не посмотрел на точки. По точкам все печально. Все очень плохо. Я могу даже сейчас не успеть. Блин, заберите точку. Пожалуйста, тиммейты. Стоп! Это наколотил за 30 секунд. Надеюсь, что сейчас будет полная каточка. Полноценная. Но вы видите, насколько жестко он все-таки дамажит. Но это просто жесть. Просто жесть. Сколько урона. Я офигеваю. Я офигеваю с того, сколько можно на нем наколотить. И то, что я набил в предыдущей катке на парне 500-ку. При том раскладе, что было столько резов от этого вулкана. Это далеко не предел. Я думаю, что на нем даже тысячу можно в матчмейкинговой катке набивать. И весь плюс того, что на жиге тебе надо ехать постоянно в упор к противнику, получать дэмэдж. А здесь вы можете стоять на большом расстоянии и просто тупо пресс пробел. И валишь, валишь, валишь. И только просто накидываешь этот урончик. Как говорили раньше у нас с твинцом. Кирпично пробел. Смотришь и наваливаешь. Но, конечно, это не так работает. Все-таки пробел отжимать надо. Дабы не гореть. Дабы не получать большое количество урона по самому себе. Но, в общем и целом, саму суть и идею я думаю, что вы поняли. Но я сделаю акцент в этой катке на точку С. Мне кажется, что эта точка нуждается в моем контроле. И я буду ехать исключительно в эту позицию. Мне кажется, что даже эту точку противник будет намного больше прессовать. И сейчас надо контролировать вот этот мост. Если вот этот мост я буду контролить, то я думаю, что урона я вкидывать буду очень-очень-очень-очень много. Главное, чтобы у меня нарка была. Ух, 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 сколько урона летит. У меня реза от рельсы нет. Реза от рельсы нет. И какой-то вулкан забрал у меня килл. И что я могу сказать по этому вулкану? Как можно его обозвать? За то, что он скрысил у меня фражочек. Я даже не знаю, как его можно назвать. Ну ладно, ничего страшного. Все-таки мы играем за одну команду. И то, что он даже забрал у меня фраг. Ничего страшного в этом нет. Ну и противник, как вы видите, катит все-таки в правую зону. Как я и сказал, надо делать акцент исключительно на нее. Надо пытаться ехать направо. Углы, конечно, с этим устройством у пулемета понерфлены. Но нужно просто немножко больше качать корпус. Но за счет того, что вы поворачиваете очень быстро башню, оно дает максимально большое количество плюсов. То есть вы можете беспрерывно по противнику спокойно в движении накидывать урон и ни в чем себе не отказывать. И все ваши пульки будут лететь исключительно в цель. Как вы видите, уже даже здесь в катке противник тоже использует хорно-пулемет. И потихоньку данное устройство набирает обороты, популярность. Я думаю, что в скором времени с таким-то вулканом их будет намного-таки, намного-таки больше. И если мне кто-то скажет, что это вооружение является очень простым и на нем легко нагибать, то я с вами абсолютно не соглашусь. Абсолютно, вообще никак не соглашусь. Это далеко не самое простое вооружение, на котором вы сможете набивать опыт. Но то, что сейчас оно находится в нереальнейшем крутом и жестком балансе, это я вам могу сказать на 100%. 3,5 минуты остается до конца. Мы едем забирать всю ту же точку, которую мне не удалось захватить. И, кстати, до этого момента я еще хороший такой стрик из киллов не брал. А это значит, что самое время сейчас эти киллы забирать и реализовывать. Плюс противник. Ах, как мне сбили сейчас прицел, это ужас. Я бы мог сейчас забрать этого хори вулкана, а после этого хори вулкана я бы забрал бы еще где-то 3-4 противника просто как с куста. Но, увы и ах, данный нагибатор на вулкане стал камнем преткновения. И я из-за этого не смог забрать дополнительные киллы. Видите, как он мне хочет слить? Но я не хочу сливаться просто так на вулкане, который ехал с овердраймом. Правильно? Еще много урона будет по мне прилетать, когда так парень начнет зажимать жестко. Ну, сейчас можно уже и овердрожать. И выдвинуться на правый фланг. Отечка у меня есть. ПП достаточно. Блин, я даже пробел не хочу отжимать. Вулкан-то начинает гореть. А пробел отжимать не хочется. Так, и столько накидываешь урона. Кто же захочет отжимать пробел, когда ты накидываешь нереально большое количество урона по противнику? Никто. Правильно. Триста восемь стопта. Две минуты до конца. Ведем в катке. Это хорошо. Это великолепно. Блин, если я набью в этой катке где-то около трех сотен будет... Ой, какой трех сотен? Около семи сотен. Еще триста. Будет вообще шикарно. Но я думаю, что мне вот из-за этого крита, из-за промежутка в овердрайве может не хватить этого количества. Ну, хотя, по сути, если сейчас я начну правильно, грамотно, жестко реализовывать овердрайвы, может все и получится. Может я еще и успею здесь плюсануть столько, сколько я хочу. Противник уже в панике. Просто в панике. Уже бежит, не знает, что здесь делать. Его просто нагибают, накидывают этот дикий, жесткий, большой урон. И они... У меня такое ощущение, что уже потерялись. Они не знают, что делать. Они просто не знают. У них урон летит. Катка сливается. Их нагибают. И единственный челик, который, я так понял, что шарит, что нужно делать на карте, это у них вот есть порно-то пулемет. Хотя вот этот трех сотен тоже очень опасный. Главное сейчас не получить плюху. Ага, не буду байтить все. Он так на респе идет. Зачем мне его байтить? Он и так слабый кекс, которого можно спокойнейшим образом забрать. И вот этого молодого человека забрать. И вот этого молодого человека забрать. Шикарно, просто шикарно. 525 минуты до конца. Блин, ну, семь сотен будет тяжеловато здесь забрать. Тяжеловато будет забрать. 27 килов. До 40 килов я мог бы здесь долететь спокойнейшим образом. Если бы у меня было бы еще бы два овердрайва. Один сейчас будет. Один сейчас будет. А вот до второго еще дострелять надо. Громче, громче, кто-то не слейте. Хорош, красавчик, лучший. Так, вот сейчас противник должен просто пушить, пушить, пушить. Где-то пушьте, ребяточки. Хорошо, поехал, молодчик. Лучший, лучший, лучший. На пропуши я его там и заберу. Давай-ка рельсочка, выдавай урон и лети на респ. Ай, гром, зараза. 25 секунд до конца. Шестьсотку я наколотил. 30 килов дал. Но хотел больше, хотел больше. Честно, хотел больше. Хотел больше. Чуть-чуть не подлетело. Давай-давай, еще, 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 еще. Тринадцать сек. Может, еще пару-тройку килов. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Еще-еще-еще-еще-еще-еще. Давай-давай-давай-давай-давай. Дотянусь, дотянусь до семьсоточки, нет? Шестьсот шестьсот. Ну, почти семьсоточек. наваливает просто я в шорт я просто в шортах этот такой урон это просто жесть насколько приятно понимать что я теперь полноценно могу играть не на одном вооружении в матчмейкинге и выполнять заданки только на хоре жиги я уже имею вулкана который наваливает не хуже жиги да понятное дело что на маленькой карте на таком вулкане будет тяжелее играть нежели на жиге которые можно в упор подъехать овер прожать и все вы просто с будьте сметать всех на своем пути если карта такая вот как на мосты как те катки которые меня кидала до этого то вулкан спокойнейшим образом может нагибать лучше жить вот такой видос у нас сегодня получился друзья если вам понравился если вы поддерживаете такой пушку и любите вообще играть на дальнобойных вооружениях то я вам также советую брать его этот вулканчик брать устройство обязательно именно данное устройство не нужно брать регулятор скорости стрельбы потому что регулятор скорости стрельбы фиксит вам урон да он крутой нету у вас этой раскрутки баллона но он фиксит вам урон поэтому усиленные приводы наводки 20000 кристаллов взяли купили нагибаете и все у вас шикарно получается не забывайте прожимать лайк оформлять подписку на канал и писать в комментариях новые интересные вооружения обязательно если вам что-то нравится если вы хотите что-то увидеть то под этим видосом я жду ваш коммент где вы скажете мне что мне протестировать что показать на чем сыграть в следующем видеоролике у меня на этом все друзья всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока до конца Продолжение следует...